Привет, друзья! Сегодня готовим очень простой, вкусный, нежный ужин или же перекус. Минимум затрат, максимум вкуса и эмоций. А в ресторан ходить не нужно. Такое блюдо делается легко, просто, а получается очень обалденно вкусно. Для начала берем две половинки куриного филе и нарезаем их вот так вот вдоль на кусочки толщиной 5-7 мм. Нарезанное мясо кусочками отставляем на несколько минут в сторонку. Берем глубокую тарелку, вбиваем в нее для начала 2 куриных яйца. К яйцам добавляем 2 столовые ложки сметаны, чуть меньше, нежели чайная ложка соли, 1 чайную ложку смеси разных перцев, 1 чайную ложку хмели-сунели, а 2-3 зубчика чеснока нужно пропустить через чеснокодавку. Ну а затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния. У вас должен получиться очень вкусный маринад для курицы. После того, как вы все хорошо перемешали, отправляем полностью все нарезанные кусочки куриного мяса в этот маринад. Хорошо еще раз все перемешиваем и оставляем в таком положении примерно на минут 15-20. Пускай мясо хорошо промаринуется. Через 20 минут после того, как мясо промариновалось, в эту тарелку нужно добавить 3 столовые ложки крахмала. У меня сегодня кукурузный. Если нету крахмала, можно добавить обыкновенную муку. Но с мукой будет не такой вкус. С крахмалом намного вкуснее. Уже проверено и не один раз. Далее вот это все, что есть в тарелке, нужно очень хорошо перемешать. Так, чтобы крахмал равномерно распределился по всей тарелке, по всех кусочках мяса. И у вас получится вот такой вот необыкновенный, но очень вкусный кляр для мяса. Сковородку устанавливаем на плиту. Огонь должен быть чуть ниже среднего. Наливаем подсолнечное масло, чтобы оно хорошо раскалилось. И затем понемногу отправляем наши кусочки мяса в вот этом маринаде кляре. Прожариваем с каждой стороны примерно по 2-3 минутки. 2-3 минутки для кусочков будет достаточно. Самое главное, чтобы мясо вам не пригорело и у вас получилась вот такая вот золотистая корочка. Обжаренные кусочки мяса снимать будем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, либо салфеткой, для того, чтобы убрать весь лишний жир. Подавать такое блюдо можно как отдельно, так и с любым гарниром. Например, со спагетти или же с картошкой. Подойдет очень хорошо. Смотрите, мясо получается очень нежным, сочным и очень-очень вкусным. Я бы рекомендовал подавать такое мясо отдельно, без всякого гарнира. Подавать наиболее хорошо, либо с киктюпом, либо же со сметано-чесночным соусом. Получается просто обалденно вкусно. И все равно, что побывали в ресторане. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, с вас лайк, подписка, колокольчик. Если не понравилось, пишите в комментариях, что я сделал не так. Будем исправлять. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная Кухня.